Ну что, коллеги, начинаем. Сегодня будем говорить на интересную тему – это организация инклюзивных мероприятий. И, конечно, вы уже так или иначе в своей жизни столкнулись с инклюзией в школах, в детских садах, там, где вы работаете, может быть, в качестве родителя своего ребёнка. Поэтому вы знаете, что у нас инклюзивность сейчас не только часть образовательного процесса, признак, вернее, образовательного процесса, но инклюзивность – это общая такая философия для социального общества, для гражданского общества. И именно с этой точки зрения мы с вами сегодня будем рассматривать нашу тему. Мы будем говорить о том, как организовать инклюзивное мероприятие в рамках школы, детского сада или на любой другой площадке. И ещё я хотела бы расширить горизонт ваших знаний и хочу рассказать немножечко о инклюзивных мероприятиях, которые происходят в рамках некоммерческих организаций. Почему я об этом считаю важным поговорить? Потому что сейчас педагоги начинают понимать, что они нужны не только в школах и детских садах, а приложить свои усилия, свою любовь к детям, свои знания, умения. Можно в самых разных формах, на самых разных площадках. И сегодня мне просто очень хочется рассказать о интересных опытах других людей, ваших коллег, которые ещё и в таком виде, в виде некоммерческих организаций, помогают детям с не очень лёгкой судьбой. Ну что ж, давайте начнём. Что такое инклюзивное мероприятие? Ну, слово «инклюзия» не нужно, наверное, вам расшифровывать. Слово «инклюзия» даёт понять, что мероприятия могут посетить люди с любым состоянием здоровья и с любыми специальными потребностями. Прежде чем мы начнём говорить о деталях, позвольте минут пять поговорить вообще про философию инклюзии, потому что всегда с каких-то главных идей, с философии начинается всё. Вообще понимание инвалидности может быть разное, и в нашем обществе оно тоже может быть разное у разных людей. Есть медицинская модель инвалидности, с которой люди с особыми потребностями сталкиваются, когда приходят в медицинскую организацию. С точки зрения врачей, инвалидность – это когда у человека есть какие-то нарушения. То есть есть норма, а вот есть нарушения. И эти нарушения прежде всего связаны с потерей нетрудоспособности. Также здесь, с точки зрения медицины, инвалид нуждается в медицинском лечении, но у него нет права выбора, и он не может самостоятельно решать свои проблемы. То есть это отношение к человеку с особенностями как к опекаемому и как к человеку, который принять решение за себя не может. Есть ещё социальная модель инвалидности, и вот в рамках этой философии тоже очень много идёт споров, суждений, пишутся статьи, создаются книги, методички и так далее. Что такое социальная модель инвалидности? Это представление о том, что инвалиду себя проявить сложно, потому что в обществе не созданы для этого возможности. То есть барьеры окружающей среды, барьеры в доступе информации, сложности в обучении связаны с барьерами с этими, и отсутствие равных возможностей при устройстве на работу. Если люди работают в русле социальной модели инвалидности, то их главная задача — убрать барьеры, и тогда всё будет хорошо. Но есть ещё одна модель, которая сейчас начинает проявлять себя в обществе, это модель культурного плюрализма. И она говорит о том, что каждый человек уникален, то есть какие-то проблемы со здоровьем трактуются не как лишение человека, а трактуются как некое культурное отличие, которое мы должны учитывать. Но и также в этой модели считается, что все аспекты жизни должны быть одинаково доступны для инвалида и человека без инвалидности. Почему я сейчас ставлю акцент именно на этой модели? Когда-то мы сделали такой интересный опрос. Опрашивали родителей инклюзивного класса. Это был вопрос такой анонимный. И было два вопроса. Как вы считаете, если в вашем классе будет учиться ребёнок с инвалидностью, как вы к этому отнесётесь? И все писали, о да, да, дети должны учиться вместе. Каждый имеет право на какие-то свои потребности, на удовлетворение своих потребностей в учёбе. А второй вопрос был такой. Что бы вы подумали, если бы увидели на дискотеке девушку на инвалидной коляске? И вот здесь ответы были честными, они были разными. Были ответы такие, а что ей там делать? Ей там будет трудно. А как она будет танцевать, если она на инвалидной коляске? Вот. То есть вот эта вот модель культурного плюрализма, она ещё пробивает себе дорогу. И представление о том, что люди с какими-то особенностями в развитии и функционировании имеют право не только на учёбу, работу, но и на отдых и развлечения, она постепенно проникает в умы нашего общества. Ну и давайте будем честными. Вот инклюзия, она нужна не только для людей с ОВЗ. Потому что если мы проводим какое-то мероприятие и понимаем, что на этом мероприятии у нас будут, например, люди пожилого возраста или семьи с маленькими детьми, или на этом мероприятии будут, ну, например, люди с особенностями питания, да, которые не могут кушать какие-то продукты. Это тоже инклюзия, и мы должны всё это предусмотреть. Поэтому давайте сегодня поговорим про инклюзивные мероприятия. Что это такое? Спортивное, культурное или развлекательное мероприятие, в котором может принять участие любой человек вне зависимости от его состояния здоровья. И самое интересное, что в пространстве инклюзивного мероприятия человек с особенностями может быть и не только участником. Он может быть организатором. И я видела мастер-классы, которые проводили дети с инвалидностью для других детей, как с инвалидностью, так и без инвалидности. Он может быть волонтёром. Например, ребята с ментальной инвалидностью приходят в приют для животных, для того, чтобы там поработать и животным помочь. Он может быть и организатором, и докладчиком, и артистом. То есть инклюзия ещё воплощается в том, что человек может принять участие в любой роли в этом мероприятии. Роли тоже не ограничены. Какие могут быть виды инклюзивных мероприятий? Но прежде всего это культурное, то, что связано с культурными потребностями, с развлечением, с общением, такие как, например, концерты, общедоступные творческие конкурсы, выставки картин, декоративно-прикладного искусства, фестивали, детско-родительские праздники, лекции, просмотры фильмов и многое-многое другое. Инклюзивные мероприятия могут быть спортивными. Варианты проведения – весёлые старты, спартакиада, спортивная секция, инклюзивная, ЛФК, лечебная гимнастика, йога, пилатес, любые другие мягкие практики, плавание. Но этим, конечно, мы не ограничиваемся, потому что, например, в Екатеринбурге есть инклюзивная секция «Чирлидинг». Это такие красивые девчонки с такими помпонами, которые танцуют между частями спортивного какого-то мероприятия. Батутная секция и многое-многое другое. То есть здесь выбор сейчас очень большой. Также развлекательные мероприятия, разнообразные праздники, экскурсии, путешествия, летние сборы, летние лагеря и много-много всего ещё. Тоже очень интересного. И сейчас, чтобы не быть голословной, я хочу рассказать про несколько мероприятий, на которых я была в качестве зрителя, видела и увидела, как это устроено изнутри. Поскольку я живу в Екатеринбурге, то примеры будут близкие ко мне. Это Свердловская область, это Екатеринбург. И начнём мы вот с такого замечательного мероприятия. Город Первоуральск. Это город небольшой, 100 тысяч жителей в нём. Проводит открытый региональный фестиваль «Минута славы». Открытый, то есть туда приезжают дети со всей области, и вход никому не запрещён. И, кстати, по возрасту он тоже открыт, потому что не только ученики коррекционных школ, но и молодые люди могут принять в нём участие. Здесь есть несколько номинаций, такие как хореография, вокал, декоративно-прикладное искусство, оригинальный жанр, чтение стихов и много-много другое, исполнение на инструментах. И в каждой номинации ребята борются за призовые места. Очень хорошо организован этот фестиваль, потому что участники, даже если не занимают призовое место, они без подарков не уходят. И обязательно организаторы находят возможность поощрить каждого из участников. Но по особенностям организации я чуть-чуть попозже вам расскажу. Ещё интересная инициатива – инклюзивный клуб «Искорка добра». Город Берёзовский, это спутник Екатеринбурга. Там у них есть инклюзивная игротека, то есть ребята с нарушениями развития могут туда приходить и могут играть в разные игры вместе с педагогом-психологом. И в игре происходит развитие, общение и все довольны-довольнёшеньки. Вот, то есть в разных вариантах может быть решена вот эта вот проблема инклюзивных образований, мероприятий. Ну а теперь к особенностям и к тонкостям проведения инклюзивных мероприятий. Кстати, если вопросы будут появляться, их можно спокойно задавать в чате или в разделе «Вопросы». Лучше в чате. И я буду по ходу вебинара на них отвечать. А начать я хочу с такой очень важной вещи, как этикет. Вроде бы само собой, но когда начинаешь жить и существовать в инклюзивной среде, всегда возникает такой страх. А как к человеку обратиться? Ну, например, я сгорала от стыда, когда слепому человеку говорила, ну вот он вошёл в офис, да, я говорила, вот я сейчас закончу, вы пока осмотритесь. Он сказал, да не вопрос, сейчас осмотрюсь. И он пошёл осматриваться, тактично очень осматривая руками помещение. То есть для него это обидно не было. Как обращаться к разным людям? Давайте тоже об этом говорим. Если в целом, то мы не акцентируем, не ставим акценты на словах болезнь, страдания, лишения, можно сказать, например, так. Человек с инвалидностью и неправильно говорить, например, инвалид или человек с ограниченными возможностями. Если у нас человек, который едет на инвалидной коляске, тогда мы говорим, человек, использующий инвалидную коляску, человек, передвигающийся на коляске, но мы не говорим никогда колясочник, паралитик, человек на кресле каталки или прикованный к инвалидной коляске. И этого надо избегать, даже если вы пишете публицистику, статью. В случае ДЦП то же самое. Ребёнок с ДЦП, но мы не говорим, что он страдает ДЦП, болеет ДЦП или вообще, что он ДЦПшник. Есть у нас ещё одна категория, это люди с ментальными особенностями развития. И здесь мы тоже говорим, человек с ментальной инвалидностью, человек с особенностями развития, с особенностями интеллектуального развития. И стараемся избегать слов умственно отсталость, задержка с отставанием в развитии, с умственной отсталостью, ну и так далее. Человек с синдромом Дауна. Тоже часто у нас встречаются на инклюзивных мероприятиях. Не говорим Даун, не говорим Даунята. Иногда даже сами родители своих детей так называют, ну как бы ласково, да, Даунята. А мы говорим, дети с синдромом Дауна или человек с синдромом Дауна. Точно так же говорим, человек с аутизмом, а не человек больной с аутизмом. Человек с особенностями психического развития, но не псих, сумасшедший, душевно больной и так далее. Кому примерно понятно вот направление моей мысли, поставьте огонечек, пожалуйста. То есть еще раз, мы не акцентируемся на слове болезнь, страдания, нарушения, мы говорим про особенности, мы говорим про человека с инвалидностью и так далее. Ой, как много огонечков? Отлично, здорово, молодцы. Ну и еще несколько правил этикета. Если вы говорите с человеком с инвалидностью, то рядом с ним сопровождающий, обращайтесь именно к человеку с инвалидностью, подчеркивая его индивидуальность. Даже если этот человек слепой, вы все равно обращаетесь к нему. Даже если этот человек не говорит рядом с ним переводчик, то вы все равно смотрите в глаза к человеку с инвалидностью и общаетесь с ним. Переводчик только помогает. Если вы разговариваете с человеком, испытывающим трудности в общении, слушайте очень внимательно. И вот здесь нужно просто расслабиться и подождать, пока человек договорит. Не заканчивайте за него фразу, не спешите закончить, дайте ему возможность высказаться. Ну и здесь альтернативный вариант. Воспользоваться клавиатурой телефона и набрать сообщение, если уже совсем все плохо понятно. Человек, который плохо видит или человек с лишенным зрением, с отсутствием зрения, обязательно называйте себя и тех людей, которые пришли с вами. Если у вас общая беседа, то когда вы будете говорить, называйте себя и поясняйте, к кому в данный момент вы обращаетесь. По имени. Ну и тоже важно предупредить слух, когда вы отходите в сторону. Ну и люди с пониженным зрением и люди слепые от рождения, они часто сами нам подсказывают, помогают, каким образом с ними обращаться. Дальше. Если вы хотите помочь, не бегите помогать сразу же. Сначала спросите, необходима ли ваша помощь. Иногда человеку помощь и не нужна, а навязчивое внимание будет не очень приятно. Еще один момент. Инвалидные коляски, костыли, трости и даже собакопроводник. Это часть человека с инвалидностью. Это его личная зона неприкосновенная. То есть мы собачку не гладим, на коляску не наваливаемся, ну и считаем, что, например, навалиться на коляску или подержаться за трость, это все равно, что потрогать этого человека. И если вы разговариваете с человеком на инвалидной коляске, лучше присесть на стул, чтобы ваши глаза были на одном уровне. Так общение у нас пройдет лучше. Человеку на инвалидной коляске говорим проходите, ходите, идите, но мы не говорим проезжайте, подъезжайте. Ну и обращаемся к детям и взрослым с инвалидностью, даже с ментальной инвалидностью, очень уважительно к детям по имени, ко взрослым по имени и отчеству, то есть точно так же, как к любым другим людям без инвалидности. То есть здесь равноправно, без снисхождения, без опеки и без покровительства, даже если это глубокая ментальная инвалидность. Вот, это несколько правил для того, чтобы было проще общаться в этой среде. Ну и теперь алгоритм действия организатора. Это тоже очень важная часть подготовки к инклюзивному мероприятию. И здесь правила, наверное, универсальны, потому что, что бы вы ни делали, это будет открытое мероприятие, это будет школьная дискотека, новогодний бал в школе, например, или в детском саду. Примерно алгоритм будет один и тот же. Он вот такой. В начале вы анализируете, а кто будет на вашем мероприятии и выделяете группу людей, которые нуждаются в особом подходе. Это могут быть дети с ОВЗ, с особенностями развития, это могут быть пожилые люди, семьи с детьми и люди с особыми потребностями в питании. Люди, которые, например, не переносят какую-то еду и нужно будет об этом тоже позаботиться. Если вы организуете инклюзивное мероприятие в школе и в детском саду, лучше ознакомиться со списком участников и выделить те группы людей, которые столкнулись с каким-то заболеванием или с каким-то состоянием. Но представим, что у вас есть общий праздник, вы знаете, что там будут два ребенка с ДЦП, один ребенок с аутизмом и один ребенок с болезнью Дауна. Ну, вот такая задачка средней сложности. И вы начинаете думать, а что нужно для каждой из этих категорий детей. Ну, например, вы знаете, что будет несколько бабушек, таких достаточно пожилых, и это тоже объект вашего пристального внимания. То есть для начала нужно расписать, какие группы людей будут на вашем инклюзивном мероприятии. После этого мы смотрим на инфраструктуру будущего мероприятия, где оно будет проходить. И здесь важно обеспечить вот что. Во-первых, доступность во все уголки этого помещения или этой площадки, которые человеку могут понадобиться. Обеспечить доступ к информации, чтобы все было предельно понятно и ясно. обеспечить безопасность и по возможности максимально обеспечить комфорт, чтобы человеку было приятно. Давайте проверим доступность. Если у вас мероприятие в здании, тогда вы смотрите, есть ли парковки. Причем, если у вас люди с особенностями движения, люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, тогда парковки должны быть расширены, чтобы можно было из машины аккуратненько достать коляску и посадить в нее человека. Следующее. Пути движения от парковки до места проведения мероприятия, а также по всей территории, где оно проводится. Если вы очень заинтересованы в том, чтобы мероприятие было хорошим и всем понравилось, тогда можно использовать опыт, который случился тоже у нас в Свердловской области. Опыт несколько курьезный, но, в общем-то, я считаю, что он правильный. У нас в одном из городов, честно не помню в каком, когда делали пешеходные дорожки с павлусами, то есть пешеходная дорожка с перепадом высот, по которой может проехать человек на инвалидной коляске. Когда начали проверять, посадили в инвалидную коляску депутата этого города и его в инвалидной коляске прокатили по всем дорожкам. В результате он где-то там на перепаде высот упал вместе с коляской, ну и дорожки после этого начали переделывать. Вот такой вот опыт, но вы можете сами, если есть доступная коляска, прокатиться или прокатить хотя бы коляску и посмотреть, а где проходимо, а где нет. Потому что, когда смотришь глазами, это одно, а когда пробуешь это в действии, абсолютно другое. Это про пути движения. Дальше. Это входы в любые здания и сооружения, также аварийные выходы из этих зданий. Это внутренние помещения, вестибюли, там, где мы идем к столовым или к туалетам, лестницы, сами туалеты, оборудованные для инвалидов. Это места для зрителей, на которые удобно забираться. И это места общего обслуживания. То есть здесь и кассы, гардеробы, пункты питания, информационные пункты и сцена, если у нас люди с особенностями развития пойдут на сцену. Что еще? Готовим пандусы и еще устанавливаем указатели. Вот здесь вот просто не поленитесь, указателей должно быть много и они должны быть понятными. Потому что одно дело сходить не туда и вернуться, когда ты идешь двумя ногами, а другое дело уйти с инвалидной коляской в другое крыло здания, понять, что пошел не туда и вернуться обратно. Затраты сил, они гораздо больше. Также предусмотрите специальные средства коммуникации. Например, большой экран для слабовидящих, если будут слабовидящие люди, место для тифлопереводчика и субтитры к видеоматериалам, если у вас будут люди с нарушением слуха. И посмотрите на сценарии, на уровень подачи материала, который доступен для детей с ментальными нарушениями. Ну и, конечно, условия безопасности, которые нужно предусмотреть. Вот к этому обратитесь с огромным вниманием, потому что нарушения условий безопасности могут все ваши мероприятия превратить в моментально обсущий кошмар. Одно из таких мероприятий я наблюдала, это был новогодний праздник в коррекционной школе. И на новогодний праздник мамочка привела свою девочку, девочка с аутизмом. Мало того, что она привела, она сделала для нее костюм в виде крыльев бабочки, которые торчали у нее за спиной. Из такой жесткой проволоки и колючих таких мишуринок. Но кто детей с аутизмом представляет, тот может написать в чат, как вы думаете, что случилось. То есть девочка попала в толпу, на нее надели вот эту вот одежду, такую не очень удобную, колючую. И в результате она была очень несчастна и хныкала всю дорогу, причем мама пыталась ее удержать и говорила, смотри, смотри, какая красивая елка. Но все было терпимо, пока не появился Дед Мороз. Вот там началась истерика, потому что страшный мужчина с бородой и с усами в красном костюме, который прошел мимо и сказал басом, ой-ой-ой, деточки. Вот после этого началась истерика. И слава богу, здесь у мамы хватило ума, чтобы девочку увезти и немножечко разгрузить. Потом она забежала за подарком, и то подарок ей снегурочка вручила. Вот таких моментов может быть много. Поэтому, как бы это ни было красиво, избегайте громких звуков и звуковых спецэффектов. Всяческие стрельба, громкие марши, что-то еще вот не здесь. Веселая, спокойная музыка, не очень громкая, это то, что надо. Не используйте стробоскопы, яркие прожектора и зеркальные шары. Особенно на детских инклюзивных мероприятиях. Вы можете спровоцировать эпилепсию, и тоже мало не покажется. Предусмотрите наличие тихой комнаты, где ребенок может, ну вот то, что психологи говорят, разгрузиться. Особенно, если дети с аутизмом будут. То есть комната, где можно посидеть в одиночестве, поиграть и немножко отдохнуть от этой пляшущей толпы. И самое главное, пригласите достаточное количество тьютеров и волонтеров для сопровождения. Ну вот по-честному, если то, если инклюзивные мероприятия, то есть есть взрослые, есть дети без нарушений и есть дети с нарушениями развития, тогда тьютер, ну может быть, один на трех человек. А если у вас мероприятие для детей с особенностями развития, идите только тогда. Постарайтесь, чтобы волонтеры и тьютеры были, ну хотя бы один на двух человек. Это, поверьте мне, не преувеличение. Иногда и этого количества может не хватить. Дальше. Подготовка к мероприятию. Она начинается заранее. И это не только информационное мероприятие, хотя это тоже важно, но это еще и сбор информации о детях. очень хорошая практика, если вы разработаете анкету для родителей. Их очень легко сделать в формате Google, там, где есть, как это называется, Google таблица, Google документ, и попросить заполнить, Google форму. Что нужно? Личные данные, здесь возраст ребенка, как зовут, какое нарушение в развитии есть, телефон и почта для связи, особенности передвижения, как передвигаются, то есть, когда вы анкеты соберете, вы поймете, нужны ли пандусы, перила, стоянки и так далее. Наличие сопровождающего, кто будет сопровождать и сколько их будет. Особенности отношения к людям, здесь страхи, смущения, агрессия. Ну, например, уместны будут вопросы, если ваш ребенок чего-то испугается, как он себя поведет. Потому что реакция же может быть разная, кто-то заплачет, а кто-то пойдет воевать. Дети же разные бывают. Увладение навыками самообслуживания, и здесь тоже уместны такие честные вопросы, например, нужна ли вашему ребенку помощь в туалете. Ну, и, возможно, чрезвычайные ситуации. Что может быть? Могут ли быть эпилептические приступы, приступы ярости, приступы гнева, нападения на других людей и так далее. Но, поверьте мне, опять-таки, я не преувеличиваю, это все может быть. Это сбор таких вот информационных особенностей для вас. Но еще и деток, и родителей тоже нужно подготовить к тому, что будет происходить. Смотрите, и здесь есть такая очень хорошая вещь, как социальные истории. Рассылка социальных историй. Что это такое? Когда ребенок готовится к мероприятию, то для него любая неожиданность на мероприятии может быть очень пугающей. Поэтому в социальной истории мы все прописываем. Например, вот как здесь. Мы пойдем гулять в парк. Мы пришли гулять. Что это за шум? Это страшный шум? Нет. Это здесь у нас люди находятся. Поэтому от этого шума защищаться не надо. Он мне ничем не грозит. И я могу пойти посмотреть, а что там такое шумит. Я пошел посмотрел. Я посмотрел веселый спектакль. Я не испугался. Я молодец. Но я немножечко утрирую. Историй может быть много. В историях прямо прописывается и картинками показывается, что будет. Ну, например, при новогодний праздник. Я приду в зал, потому что скоро Новый год. В зале я увижу огромную елку, и на ней будут фонарики. Я не испугаюсь, потому что фонарики – это радостно, а вовсе не страшно. Потом туда придет Дед Мороз. Это большой и очень добрый мужчина в красном халате и красном колпаке. Я его не испугаюсь, потому что знаю, что Дед Мороз подарит подарки. Вот. И все в том же роде. Смотрите. Во-первых, это от лица ребенка, то есть это не правило, которое мы ему отдаем, да, и говорим, в зале нельзя плакать, в зале нельзя шуметь. Это вот такая сказка, рассказ, и ребятам это очень сильно помогает. Истории можно рассылать пачками, постепенно готовить ребенка к мероприятию, ну и когда он уже на мероприятие придет, он уже все будет знать и будет меньше бояться, будет меньше чрезвычайных ситуаций. Также очень важно, чтобы было хорошее информационное сопровождение. Это материалы на сайте, в группе соцсети, в почтовых рассылках. Не зря мы в анкете для родителей попросили указать электронную почту. На эту почту можно слать информационную рассылку. Также хорошо, если вы, когда люди пришли на мероприятие, дадите план помещения или площадки, что где находится, особенно где туалет, где переодеться, где перекусить, ну и так далее, вот эти важные вещи. Расписание активности на мероприятии со временем, ну и для деточек, маленьких, и также для детей, например, с аутизмом, для детей с СДВГ, очень хорошо поможет визуальное расписание. Прямо по этому расписанию они будут действовать и будут просто счастливы. Ай, не нашла. Ну и еще несколько слов про волонтеров. Как я уже сказала, волонтеров и тьюторов мало никогда не бывает. Кто такие волонтеры? Это люди, которые готовы добровольно вам помочь. Может быть, они готовы добровольно помочь за небольшую плату, совсем небольшую, или за какую-то пользу. Ну, например, из тоже пройденных вариантов это небольшая плата, это возможность принять участие бесплатно в каких-то классных активностях, ну, например, в варианте, когда проводили праздник на аэродроме, волонтеры могли там полетать на самолете, ну, к примеру, да, прыгнуть с парашютом, если волонтер готов. Или, может быть, это часы к педагогической практике, потому что студенты педагогических училищ, они, ну, институтов тоже, они с удовольствием вот таким образом закрывают педагогическую практику. Их иногда и посылают на такую практику, на инклюзивное мероприятие, для того, чтобы они поняли, как это проводится. Кто может быть волонтером? Волонтером могут быть даже дети с 14 лет, но здесь нужно письменное согласие родителей. И такие волонтеры очень хороши, особенно для деток, допустим, с ментальными особенностями, они становятся, ну, вот просто друзьями, и дети не проводят границу между собой и особым ребенком, и иногда часто очень хорошо дружат. С 18 лет любой дееспособный человек при желании, а также есть еще особенные виды волонтерства, такие как серебряное волонтерство, помощь, которую оказывают пожилые люди, и инклюзивное волонтерство, когда дети с особенностями помогают малышам, пожилым людям, ну, или животным. Где искать волонтеров? У нас в Екатеринбурге, например, есть волонтерский центр волонтера Урала, и туда к ним всегда можно обратиться. Я думаю, что в городах крупных тоже они есть. Еще хороший вариант поиска волонтеров, это педагогические училища, и, может быть, медицинские училища, и высшие учебные заведения. Ну, и, как я обещала, бонус – это работа некоммерческих организаций. Еще раз повторю для тех, кто попозже пришел, эта информация для вас, если вы уже начали понимать, что за границами школы, детского сада есть очень интересная жизнь, и у вас возникла мысль, а где еще я могу приложить свой педагогический талант. Некоммерческие организации. Что это такое? Это любая организация, которая занята не извлечением прибыли, а какими-то добрыми делами. То есть прибыль, которую организация получает, она не распределяется между участниками, а она идет на развитие этой некоммерческой организации. Есть федеральный закон о некоммерческих организациях, и там все очень хорошо прописано, какие могут быть организации, чем занимаются и на каких условиях создаются. Формы деятельности. Это могут быть общественные организации, когда люди собираются и образуют какое-то хорошее дело. Это могут быть фонды. Фонды еще и принимают пожертвования граждан тоже на благие цели. Некоммерческое партнерство, частное учреждение и автономная некоммерческая организация. Чаще всего автономная некоммерческая организация занимается вопросами обучения и развития. В каких формах организуется поддержка через некоммерческие организации? Во-первых, сделать людей с инвалидностью более активными. Во-вторых, это огромная просветительская работа, направленная на то, чтобы изменить отношение к инвалидам и рассматривать не с медицинской точки зрения, как человека, которого надо лечить, а человека, обладающего такими же возможностями. Это правовая поддержка, создание безбарьерной среды, но и то, что касается нас, педагогов, это обучение детей и молодых людей, имеющих инвалидность, через развитие инклюзивного образования. Особенно важно это для молодых людей, которые закончили иногда коррекционную школу и не знают, что в этой жизни делать дальше. Какие формы поддержки можно осуществлять через некоммерческие организации? Это трудоустройство людей, это оказание психологической поддержки, предоставление в аренду спецоборудования и организация разных инклюзивных мероприятий, о чем мы с вами сегодня и говорим. Откуда взять деньги? Возникает вопрос. Ну и здесь, конечно, хорошая и радостная новость. И это правда, это честно, потому что сейчас наше государство озабочено развитием инклюзии во всех сферах деятельности человека, поэтому есть огромное количество грантов и конкурсов. И если хорошо подготовиться, то вполне реально получить грант на развитие какого-нибудь образовательного проекта для детей с особенностями. Если вас заинтересовала информация, вот здесь на слайде есть ссылка на фонд президентских грантов, где можно посмотреть и условия, и принять участие в получении гранта. Еще варианты финансирования – это поддержка со стороны бизнеса. Она тоже идет. Также можно попросить помощь у благотворительных фондов и еще можно вести предпринимательскую деятельность при условии, что прибыль не забирают себе, а прибыль идет на обеспечение работы организации. Ну и теперь несколько разных некоммерческих организаций для того, чтобы можно было посмотреть, как это делается. И на самом деле это очень и очень нужно, а еще это очень и очень интересно. Ссылки все действующие, по ним можно пройти и посмотреть, как это устроено. Проект «Лучшие друзья» всероссийский и «Лучшие друзья» есть во многих городах России. Это проект, в основе которого идея дружбы людей с ментальной инвалидностью и людей без особенностей развития. То есть здесь задача найти друга для ребенка и для молодого человека с ментальной инвалидностью и расширить его кругозор. Точно так же организуются самые разные мероприятия на этой базе. Такие, например, как поиск друзей, есть лидерская программа для деток с особенностями, есть помощь в трудоустройстве, такая как профориентация, тренинги с соискателями и сопровождение на рабочих местах. Еще одна платформа «Эверленд» — платформа для содействия трудоустройству. Тоже создана некоммерческая организация и пространство равных возможностей. Школа волшебства — это инклюзивные мастерские. Инклюзивные мастерские — это очень классная форма работы с подростками и взрослыми с различными вариантами нарушений здоровья. Что только они не делают. Сейчас тоже фото покажу. Это и бижутерия ручной работы, и различные праздничные варианты упаковки, и много-много чего. И самое главное, что к мастерской могут прийти разные люди. Люди без особенностей развития приходят и занимаются творчеством, потому что это востребовано, и одновременно выступают как волонтеры, помогая своим товарищам, у которых есть какие-то особенности. Еще один проект социализации подростков «Добрый юг» — здесь занимаются ребятами с ментальными нарушениями, и тоже есть сопровождение на рабочих местах и инклюзивные мастерские. Где еще можно приложить свой педагогический талант? Это тренировочные квартиры, которые тоже финансируются из средств некоммерческих организаций. Что это такое? Мы все прекрасно понимаем, что в какой-то момент люди с особенностями развития остаются без родственников. Ну, бывает так, что папа и мама стареют и уходят от нас, к большому сожалению. И тогда дорожка одна — это психоневрологический интернат, но эта дорожка сейчас, слава богу, не единственная, и делаются первые робкие шаги создать нечто другое. Ну, например, проживание с поддержкой, с сопровождением, работа с сопровождением или коммунные из-за людей, которые самостоятельно прожить в этом мире не могут. И вот как переходный мостик от жизни дома к жизни в социуме работают тренировочные квартиры. Туда на 2-3 недели поселяется группа молодых человек с особенностями развития молодых людей. И там в условиях тренировочной квартиры формируются бытовые навыки. То есть, с одной стороны, они живут там, ходят иногда на работу, участвуют в разных мероприятиях, общаются, готовят. А с другой стороны, специально обученные педагоги помогают им обучиться самостоятельной жизни. И вот здесь вот очень важна работа педагога в тренировочной квартире, потому что от него зависит все. Что делают педагоги? То есть, немножечко покажу. Вот такие вот вещи, например, обучают работе с бытовыми приборами. Как раз вот на картинке справа вы видите визуальное расписание для ребенка с аутизмом. Обучают, как прибирать квартиру, как наводить порядок. Точно так же вы видите визуальное расписание, которое помогает молодому человеку этап за этапом провести уборку. Ну и когда получите презентацию, посмотрите на технологию работы педагога в тренировочной квартире и вдруг вы решите, что это ваше. И еще интереснейшая тема про инклюзивные мастерские. Сейчас я немножечко разовью. Это ремесленные мастерские, в которых трудятся взрослые люди с особенностями здоровья и развития. Вот посмотрите, что могут делать. Одна из самых известных в России инклюзивных мастерских – это Артель Блаженных. Тоже ссылочку вам дала. Это производственные мастерские для людей от 15 до 25 лет с тяжелыми поведенческими расстройствами. То есть это все варианты аутизма, и это все, может быть, глубокая ментальная инвалидность, то есть люди, которые не могут ориентироваться в этом мире. работают уже 10 лет, и они делают классные сувениры из картона, из дерева, из бумаги, и потом все это продают на благотворительных ярмарках. То есть здесь и навыки работы в коллективе, и реабилитация, ну и представление о своей пользе. о своей пользе. Ну вот смотрите, например, чтобы вы поняли, что это не шуточки, не игрушки, это игровые наборы для детских садов. Ну вот поставьте огонечки, кому бы в детском саду пригодились вот такие вот вещи. Классная гирлянда в виде домиков, смотрите, кукольный набор, какой хорошенький, ребята все это вытачивают сами, ну и светофор для занятий по ОБЖ, просто очень здорово. То есть это вещи на самом деле нужные, ну и заметьте, что это натуральное дерево, то есть очень-очень классно все. Еще одна мастерская называется вот так вот, руки оттуда. Сюда берут тоже молодых людей, они могут получить профессию и даже начать зарабатывать. Здесь тоже работают с деревом, ну и вот посмотрите, какие прекрасные вещи делают в этих мастерских. О, всем нужно, ну обращайте на сайт. И даже инклюзивное кафе Огурцы в Петербурге. Вот с некоторой долей иронии названо, потому что иногда людей с тяжелыми нарушениями, особенно с нарушениями в ментальном спектре, в поведенческом спектре, ну обыватели называют огурцами, да, ну что это за человек-огурец, живет как огурец, ничего не может. И вот команда людей решили доказать, что огурцы могут быть не только огурцами. И в этом кафе часть рабочих мест занимают люди с особенностями психики и интеллекта. И они работают на равных с людьми без особенностей. Ну вот, посмотрите, то есть они работают официантами, они работают на кухне, они моют посуду. Но мыщиков посуды, кстати, очень много на самом деле людей с особенностями развития, но если они работают в обычном кафе, которое не называет себя инклюзивным, то тогда отношение к ним понятно какое, как раз вот к огурцам. То есть это самая грязная работа, это отстание уважения. В то время как здесь труд каждого ценен и принят, полезен. И поэтому люди себя чувствуют востребованными, чувствуют уважение к себе и с удовольствием работают вот в таком вот месте. Ну и отрывок из интервью ребят из огурцов. Очень классная фраза. Иллюзия – это не когда человек с инвалидностью приходит в кафе, и ему или ей уступают место, а когда говорят «Здравствуйте, что будете заказывать?» Собственно говоря, вся инклюзивная работа стремится как раз к этому. Еще один вариант, тоже кратенько расскажу, приложение педагогических сил. Это сопровождаемое трудоустройство. Это когда ребенка или молодого человека сопровождают на этапе выбора профессии, но еще и помогают адаптироваться на рабочем месте. Причем помогают адаптироваться не только человеку с инвалидностью, но и людям, которые на этом рабочем месте работают еще. Потому что им тоже придется адаптироваться. Ну и здесь несколько этапов. Можно работать как консультант и не только находить профессию, но еще и в разных тренингах человека готовить к своей будущей профессии. Это работа консультанта, который консультирует руководство предприятия. И это работа профориентолога, который работает с детьми и подростками с ОВЗ. Вот. Тоже можно будет посмотреть. Также индивидуальное профконсультирование. И еще один очень востребованный вариант работы, тоже обратите внимание, это дистанционное обучение детей с ОВЗ. Сейчас у нас вот в этом образовательном секторе пробел, он только начинает заполняться. И когда случилась пандемия, все поняли, какой тут огромный пробел. Потому что часто ребенок с ОВЗ не может ходить в школу, например, потому что она мне приспособлена, нет пандусов, лифта и так далее. Или не может ходить в школу, потому что ему просто уроки не высидеть. 7-8 уроков. А может быть, он не идет в школу, потому что так или иначе столкнется с непониманием и с плохим отношением учеников, и это не пойдет ему на пользу. Дети у нас бывают разные. Ну и что делать тогда? Семейное образование тоже не всегда подходит, потому что папам и мамам в таких семьях нужно зарабатывать деньги и зарабатывать, если честно, очень много денег. Поэтому дистанционное обучение иногда самый подходящий вариант. Тут вам и удобное расписание, и какой-то индивидуальный график. И дистанционно можно не только изучать школьные предметы, но еще и заниматься разными искусствами и ремеслами. Ну вот здесь то, что я нашла, видеоуроки по адаптированным образовательным программам, они все-таки есть, хотя их не очень много. Ну и хочу обратить ваше внимание на то, что есть обучающие творческие курсы. Оно сей части, это тоже инициатива, которая началась в Свердловской области. И во время пандемии педагоги, низкий поклон, они занимались с детьми, с молодежью, с инвалидностью. И происходило это вот таким образом. Велись дистанционные занятия, а ребята, каждый на своем рабочем месте, уже работали вместе с педагогом. Ну и еще ссылочки, если вам вдруг понадобится, ссылку на йогу и на ЛФК, тоже записи эти есть на сайте. Что нужно учесть? То, что мы используем очень яркий видеоряд и его все время меняем, это и картинки, презентации, фрагменты фильмов и мультфильмов. То, что мы часто меняем деятельность и все время в нее вовлекаем детей. И, конечно, это простой язык изложения и максимально доступное, хорошее качество записи звукоизображения. Ну и еще несколько примеров интересных. Инклюзивное творческое объединение «Танцующий дом, город Москва». Вдруг тут москвичи есть? Вот это для вас. Что там только не делают. Есть и арт-терапия, и гимнастика, и песочная терапия, и вязание крючком. Все, что хотите. Ну и «Открытый город Екатеринбург» это тоже творческие объединения. По интересам зайдите на сайт, хотя бы для того, чтобы посмотреть, а как это здорово сделано. Ну и немножечко про организацию спортивных мероприятий. Это и паралимпийские игры, специальная олимпиада, адаптивный спорт и инклюзивный спорт, когда ребята занимаются вместе со своими сверстниками. И тоже, как пример успешной реализации, это проект «Особый спорт» в городе Екатеринбург, где много разных секций. Здесь есть адаптивный «Тхэкпантом», есть гимнастика, есть чирлидинг, есть батуты, боча, все, что угодно, иди и занимайся. И все это для ребят, по большей части, бесплатно. Ну и последнее, что нужно, чтобы стать хорошим сотрудником некоммерческой организации. Хорошая база знаний по разным отраслям. Ну, у нас, педагогов, этого всегда много. Гибкость и антихрупкость. Это тоже важное качество, чтобы не уйти в страдания и в жалость при виде человека с какими-то видимыми нарушениями, а принять его как равного. Высокий уровень эмпатии, потому что ребятки с нарушениями, они разные бывают, ну и, конечно, психологическая стабильность. И если у вас все это есть, то вы можете попробовать себя еще и вот в такой деятельности педагога. Ну, а я рассказала вам все, что хотела. Если есть вопросы, вы можете задавать их сейчас. Если нужна связь, то связь я оставляю. У меня есть группа ВКонтакте. Можно писать на почту. Но сразу же скажу, что я ничего не знаю про получение сертификатов. И об этом вам сейчас, я думаю, расскажет Татьяна Викторовна. Спасибо, Елена. Презентация будет в доступе. Вы ее уже можете скачать. Она уже открыта для скачивания. Ну и вы поняли, что на ней больше материала, чем я могла уложить в часовой вебинар. Поэтому там есть, что посмотреть еще. Ссылочки все действительны. И по ссылочкам можно посмотреть, перейти на страницы организации и посмотреть, как там все устроено. Рада, что вам нужно. Это просто замечательно. Рада, что понравилось. Приходите еще. Буду рада нести вам какую-нибудь интересную информацию. Ну что же, на этом все. Передаю слово Татьяне Викторовне. Продолжение следует... Продолжение следует...